В Белгороде выбирают лучших молодых педагогов. Сегодня в 10-м лицее прошел финальный этап конкурса «Учитель года 2017» в номинации «Педагогический дебют». Конкурсанты представили экспертные комиссии свои проекты. Когда станут известны имена победителей, узнала Татьяна Красикова. Всякая традиция ограничена своей эпохой. И теперь передо мной сидит более совершенное поколение, поколение информации. Внедрение образовательной модели, ротация станций в процесс обучения иностранному языку. Так звучит тема проекта учителя английского языка 36-й школы Александра Закусила. Молодой педагог делает ставку на комбинированное обучение, важную роль в котором играют компьютерные технологии. Такой образовательный процесс отвечает всем новым тенденциям и учитывает интересы современной молодежи, уверена автор. Внедрение такого формата обучения, которое будет позволять детям не только узнавать новую информацию, но и совершенствовать себя как личности. Это воспитание социально активной личности, самостоятельной, которая будет нести ответственность за свои поступки, при этом усваивая не просто информацию от учителя, но и работая с онлайн-технологиями, с проектной деятельностью. Вместе комбинируя все это, мы планируем достичь повышения уровня качества знаний. На суд жюри конкурсанты представили самые разные проекты. Они касаются развития творческих способностей школьников, совершенствования образовательных методик, здоровья и сбережения. Это финальный этап конкурса «Учитель года-2017» в номинации «Педагогический дебют». Из 19 участников до него дошли 10. Все перспективные молодые учителя, стаж которых не больше трех лет. Участие в такого рода конкурсе дает им огромный опыт. Участие в этом конкурсе для меня послужило толчком и этапом продвижения моей профессиональной деятельности, потому что придя на этот конкурс, я поняла, что многого еще я не знаю. В принципе, и до этого было понимание, но этот конкурс наглядно мне показал, что есть к чему стремиться. В этом году на финальном этапе впервые организовали еще и открытую дискуссию. Участники размышляли о том, что такое воспитание в 21 веке. Все молодые педагоги прошли два основных этапа конкурса, провели открытые уроки в школах и представили выступления на заданную тему. Теперь жюри предстоит выбрать лучших. Победитель, прежде всего, должен соответствовать образу современного педагога. Это яркий, уверенный, нестандартно мыслящий. И что, наверное, для нас очень важно, организаторов конкурса, готовые учиться, меняться в зависимости от ожиданий общества и школы. Готовы не останавливаться на месте, а двигаться вперед. Итоги подведут в конце февраля. Победителей назовут сразу в нескольких состязаниях профессионального мастерства. Учитель года, педагогический дебют, воспитатель года, сердце отдаю детям. Татьяна Красикова, Евгений Северинов. К этому часу, Белгород.